Всем привет! Играем в фазмофобию, соло-кошмар, без улик. Графтон Дэвид Ротт сфотографировать призрака, средний рассудок не в 25, свечку потушить. Let's go, let's go. Чё по погоде на Графтоне? В Графтоне рассвет. Вон он, видите? Вон он. Вон, Графтонский рассвет. Розовые облачка. Всё как надо. А у нас задание. Нам некогда любоваться рассветом. Мы ищем знаменитое Графтоновское привидение. Говорят, что в этом доме когда-то жил лесник, которого звали Дэвид Роудс. Он жил затворником в огромном доме. Зарабатывал на жизнь тем, что валил лес и продавал его в город. Тем не менее, спокойная жизнь Дэвида не длилась долго. Им заинтересовалась полиция. Дело в том, что в лесу, в который любил наведываться Дэвид, стали пропадать люди. Один за другим. Так как других людей на квадратный километр рядом не было, полиция решила пообщаться с Дэвидом, чтобы узнать, видел ли он когда-нибудь этих людей. Так, стоп. Нет, не здесь. Сначала Дэвид отпирался. Дэвид делал вид, что его все это не касается. Даже угрожал полиции. Говоря, что применит свой острый топор, если они еще раз вернутся и попробуют проникнуть на его частную собственность. Однако детектив, стоящий за этим делом, не привык сдаваться. В конце концов, под неопровержимыми доказательствами Дэвид во всем сознался. В подвале дома нашли куски тел. Это были те самые пропавшие люди. А сам Дэвид неожиданно пропал в тот день, когда полиции выдали ордер на его арест. С тех пор Дэвида никто не видел. Некоторые считают, что он умер и ушел на своих условиях, чтобы не садиться в тюрьму. И призрак его до сих пор бродит по этому дому. А некоторые уверены, что такая хитрая лиса, как Дэвид Роудс, не мог уйти добровольно и до сих пор бродит где-то в лесах, заманивая не очень умных путников. Если мне сейчас выпадет моделька с топором, я буду орать чайкой. Так, ты будешь вообще что-нибудь... Ну, э! Вот, да! Что это такое? Что за вилки? А, подни вилки. Что, вот тут что-то, да? Угу. Может, ты не на кухне? Мил человек. А, как громко, господи боже. Зря я тут, да, рассыпала все? Ну, ладно. Что случилось? Я думала, что-то зависло, но я смотрю, деревья колышутся снаружи. Думаю, нет, не зависло. А почему я встряла? А если бы охота-игра? Молодец ты, конечно. Посолить. Мимика про... Все? Все? Это здорово, да, что, конечно, я поняла. Да, хорошо. Допустим. Допустим. Но играть-то я могу, да? Спасибо. Ладно. Ругается программа одна. О, как красиво. Положили пилу. Ага, призрак пошел. Аж призрак пошел. А, причем он здесь пошел. А здесь не пошел. А-а-а, интересно. Это очень интересный подход. Очень классный. И где призрак, мы не знаем таким образом, да? Да подлинно. То ли там, то ли здесь. Такой вот он. Блавник. То там, то тут. О, я сейчас принесу. Прятаться мы будем, наверное, в брачке, если я... Если ноги меня туда понесут. Ну, если не понесут, то у нас всегда есть альтернатива в виде кресла. Надеюсь, его дикий никогда не задвинет. В отличие от шкафчика на Sunny Meadows. Потому что, ну... Сами понимаете, есть вещи, которые лучше не трогать. Одно дело, когда это шкаф в школе. За которым можно прятаться и призрак тебя не достанет. Это богоюзерство. Вот. А задвигать шкаф на Sunny Meadows, ну... Так, ты свечки тушишь мне? Тушишь. Хорошо. Дэвид Ротс. Хорошо. А, я фотик пойду возьму. Что мы будем делать? Вообще, надо кость, конечно, найти. С другой стороны... С другой стороны... Я же вроде уже везде была. Я, кстати, в Близнецовской не была. Пойдемте в Близнецовскую. Все равно кость надо искать. Конечно, и после охоты это сделать. Можно до охоты. Не видать. Где-то здесь. Где-то здесь. Нет. Алло. Перезвоните вас. Не слышно. Так, хорошо. Если не в Мастер Бэдруме, не в Близнецовской. Здесь я смотрела качественно. По-моему, не смотрела. Так, качественно. Нет, тут ничего нет. Да хватит, хватит звонить. Алло, алло. Что? Что? Телефон звенит. Все это суета. Найдем кость потом. Надо понять, что за призрак. Как назло. Он с топором. Он с топором. А что это за прикол... Что за приколист? Это диоген? Ты что за приколист? Дед, дед. Ты хантуха? Это не диоген. Это не диоген. Ну, это... Скоростной приколист. Но, чтобы нам понять, кто это... Нам придется... Я его сфоткала? Сфоткала. Мне тогда больше оттеней ничего не надо. Чтобы понять, хантуха или не хантуха, придется как бы заманить его на кухню. А здесь-то можно и получить. Сфоткала. Угу. Понятно. Хантуха. Вы поняли, да, почему? Потому что он на кухне. Видели, какой шустряк? А сейчас, смотрите, сейчас к нам придет. Видите, как замедлился? Еле идет. Смотрите, мы его можем разглядеть вообще во всех подробностях. Он еле идет. И что важно, он не ускоряется. У него нет рейджа, потому что это хантуха. Ну, получается, все. Возьму себе супер-шампу. И поехали домой. А, нет, как мы пойдем домой? У нас костей нет. У нас костей нет. Ладно, сейчас сделаем туда еще один... Еще одну проходку по дому. У нас просто и благовошек нет. Но хантуха не будет на нас нападать. Просто так. Так, сам. Это все мое. Это мое. И погнали. Очень легко путается хантуха с диогеном. Очень легко. Особенно среди тех, кто не так давно играет. Для того, чтобы понять, отличить, проверить. Скорость у них разная. То есть, самая медленная скорость ханту все равно выше, чем скорость диогена при контакте с игроком. То есть, если вы часто встречаетесь с диогеном, когда встретитесь с ханту, вы поймете, что с этим диогеном что-то не так. И будете правы, потому что это не диоген. Но это как бы тонкости, их не уловишь. Поэтому лучше всего просто заманить этого призрака, ну, с благовошкой, естественно. С благовошкой и с... Как бы это назвать? С моральной готовностью. С морской готовностью. Конь. Вот, к тому, что он сейчас будет ускоряться, заманите его в его любимую комнату и просто посмотрите. Он там будет носиться, как сумасшедший. А потом выведите его наружу, смотрите, как он замедляется и наслаждайтесь раскрытым делом, да? На превьюшку что-нибудь? Что-нибудь? Дом, да? Дом. Дом, дом, дом. Лес. Навыбираю что-нибудь. Так, а это у нас хантуха. В какой-то веке начали попадаться скоростные призраки. Еще и те, которые с топорами. А я вам говорила, что Дэвид Роц. Опасный, опасный призрак. Но здесь нам повезло. Здесь мы без какого-либо вреда для нашего здоровья определили хантушку, заработали свой 501 доллар. Потому что за фотографии дали 26. Не знаю, чем вызвана эта сумма. Ну и, собственно, победили, потому что, ну, в фазме вот это считается победой. Здесь никого изгонять не надо, слава богу. Поэтому определили, как бы, и хорошо. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на DashLerds и Boosty в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Продолжение следует...